От русского новоселья ее отделяли 4,5 тысячи километров и полтора года серьезных переговоров. Документы, которые пришлось оформить принимающей стороне, не уместились бы в пестрый контейнер, сплошь исписанный добрыми напутствиями. Дорожный наряд мальдивской мигрантки, махровые полотенца, отделанные черным скотчем, сотрудники океанариума снимали с заметным волнением. Заполучить морскую оливковую черепаху на ПМЖ практически чудо. Угодив рыбацкие сети четыре года назад и лишившись передних конечностей, Эльза не подозревала, что таким образом обретет и новую жизнь, и новую родину. По закону, таких нельзя выпускать в дикую природу. Наша организация занимается спасением, реабилитацией животных, попавших в беду. Но вылечив Эльзу, мы не могли вернуть ее в прежнюю среду обитания. Она должна была послужить науке и образованию. По иронии судьбы, первой на призыв принять Эльзу откликнулась именно северная столица. Хотя нам сложнее всего обеспечить главный пункт черепашьего райдера – теплый прием. Ее нельзя было везти в зимний период. Она теплолюбивая, она содержится при температуре 25-30 градусов вода. И везти в холодную нашу питерскую погоду – это совсем не очень удобно. Спустя 30 дней карантина Эльза узнает, что такое любить по-русски. Заморской хищнице прочат место в главном аквариуме, где ее ждут подводные апартаменты в 100 раз просторнее мальдивских, а также компания из представителей 50 видов – от акул-нянек до скатов. Нет, это не коммуналка. Она в сообществе будет жить. Она будет привыкать, будет ей интересно, ей не будет скучно. Оптимистичные прогнозы могут и не оправдаться. Если Эльза решит поохотиться, рисковать будут не только мелкие рыбешки. Черепахи – не очень дружелюбное создание. Они могут сами хорошо кусаться. И многие черепахи либо держатся группами, либо иногда ведут даже одиночный образ жизни. В аквариумах, в небольшом замкнутом пространстве, они крайне редко дружат и живут вместе. Заедать стресс Эльзе мешать не станут. Сейчас она весит 25 кило, но для взрослой оливковой черепахи это далеко не предел. Плотный завтрак улучшит характер. Рыба, кальмары, приветки, осьминоги. Вот он, привычный рацион мальдивской эмигрантки. Но последние четыре дня черепаха голодает. Перед и во время путешествия есть категорически запрещено. Разгрузочные дни завершатся лишь послезавтра утром. Так что держись, Эльза. Юлия Олещенко, Константин Соловьев, Владимир Чабышев и Роман Суслопаров. НТВ, Петербург.